Меня уже представили, я Герасимова Елена, дерматолог клиники Сотникова. Сегодня мы с вами поговорим про паразитарные заболевания кожи собак и кошек. Про паразитарные заболевания грызунов нам Мария Сергеевна уже рассказала. Ну и тут какая-то у нас с расписанием интересная получилась накладка. По идее, я должна через 40 минут только начать читать. Но я могу вам уделить полтора часа вполне. Я могу свою лекцию рассказывать с большими подробностями. И это будет даже, я так думаю, удобнее. Ну паразитарные заболевания кожи это одни из самых частых причин обращения к дерматологу. Вряд ли я вам расскажу прям что-то для вас неожиданное. Но все-таки надеюсь, что какую-то полезную информацию вы из этого вынесете. Прям про все паразитарные заболевания мы говорить не будем. Это очень большой объем. Про основные, самые часто встречающиеся поговорим. Для начала поговорим о заболеваниях, вызываемых чесоточными клещами. Я их объединила в одну группу, потому что у них очень много схожего. Как по образу жизни паразита, по циклу развития, так и по способам, собственно, лечения. Я о лечении этих заболеваний буду говорить единым блоком. К этой группе заболеваний относятся отодоктоз. Это ушная чесотка, хилитейлез, саркаптоз и натоэдроз. Какие факты нужно помнить об этих заболеваниях? Во-первых, не всегда будут явно четко выражены клинические признаки. Может быть достаточно смазанная симптоматика, и животные могут быть и бессимптомными носителями тоже. Соответственно, если у нас есть в одной квартире, в одном помещении вместе проживающие несколько животных целевого для данного паразита вида, мы должны обязательно обрабатывать их всех, независимо, что у кого-то есть клинические симптомы, у кого-то клинических симптомов нет. Цикл развития в среднем у всех этих клещей составляет 3 недели. И для того, чтобы мы полностью избавились от заболевания, нам необходимо в процессе лечения перекрыть минимум 2 цикла развития паразита. То есть это не менее 6 недель. Это нужно помнить. То есть если мы проведем обработку однократно, этого может быть недостаточно. Ну и у человека все эти заболевания могут вызывать самопроходящую чесотку. То есть у человека, если появились какой-то зудящий популезный дерматит, он не требует лечения, он требует пролечить именно само животное, источник заболевания. У человека все пройдет само. Первое. Отодектоз. Наверняка все вы с этим сталкивались. Достаточно сильно распространенное заболевание. Вызывается клещом отодектоз цинотис. Он преимущественно паразитирует в слуховом канале. Поражает он кошек, собак и хорьков. Как нам уже говорили, у кроликов абсолютно другой клещ. Он очень похож на отодектоза, но он другой. У него другое имя-фамилия. Соответственно, отодектозы у кроликов не паразитируют. Так же, как псороптос не паразитирует на собаках-кошках, но только в каких-то исключительных случаях при выраженной иммуносупрессии у животного может происходить заболевание. Клещи достаточно характерно выглядят. Опять же, наверняка, если вы пользуетесь микроскопом, вы их видели. Выглядят они достаточно характерно. Такие длинноногие с длинными щетинками. В соскобах мы, как правило, видим и самцов, и самок, и нимфы, и яйца. То есть все абсолютно в большом количестве. Жизненный цикл, как и у всех чесоточных клещей, составляет 3 недели. Выживаемость вне хозяина достаточно небольшая. То есть прямо в идеальных благоприятных условиях до 17 дней, конечно, может выживать. Но, как правило, все-таки заражение через внешнюю среду не происходит. То есть клещ достаточно быстро теряет подвижность. И все-таки для того, чтобы заразиться, нужен непосредственный контакт животного с животным. Но при этом контакт может быть и неплотный. То есть не обязательно нужно спать с больным животным, чтобы другое животное от него заразилось. Заражение может произойти в процессе прогулки. Например, вместе собаки две гуляли, играли, валялись по траве, и одна собака поделилась с другой клещом. Кстати, да, вот почему-то бытует иногда среди врачей мнение, что отодоктоз – это именно исключительно кошачье заболевание, и собаки им практически не болеют. Ничего подобного от собаки совершенно прекрасно болеют отодоктозом. Основной пул – это щенки мелких пород, которых забирают от заводчика. Ну, таким чихуа, шпиц, мальтеза какая-нибудь, ёршеский терьер. Поэтому если у вас на приеме щенок 3-4 месяца, которого недавно взяли от заводчика, и у него отит, вы должны отодоктоз ставить прям диагнозом номер один в диагнозы. Симптомы могут быть достаточно характерными, как описано в литературе. То есть это у нас отит, при этом выделение такого характерного цвета молотого кофе его в литературе называют. Владельцы, бывает, говорят, у нас кошка в земле уши испачкала. Но на самом деле выделения могут быть какие угодно. Но это зависит от стадии заболевания. Вы можете уже и с гнойным отитом столкнуться, если присоединилась вторичная инфекция. А она, как правило, присоединяется. То есть клещ там один не живет. Ну, бывали у меня случаи, когда обращались прямо в самом начале заболевания, и отит еще как такового не был. Был просто зуд и небольшое количество выделений клещи в соскобе. Но, как правило, уже обращаются, когда симптоматика налицо. Но при этом, опять же, помним о том, что может быть бессимптомное носительство. У меня были случаи, когда животные, кошки в частности, допустим, 6 лет уже живет дома, ни с кем вообще никогда не контактировала, как взяли котенком, так и живет. Ну, что-то иногда почесывала уши в течение жизни, а тут что-то зачесало сильнее. И там это диктос. То есть 6 лет кошка жила с этими клещами. Прекрасно как-то они друг с другом лазили, а потом развилась симптоматика. Поэтому, опять же, клещ у вас всегда должен быть в списке диагнозов, если вам животное с зудом в области ушей с отитом поступает. Как осложнение мы можем столкнуться с сотогематомами. У собак может развиться пиотравматический дерматит. К этому лабрадоры очень склонны, когда возникает язва в проявлении щеки из-за того, что они чешут эту область. Из-за зуда в области ушей. Ну, и помним о том, что отодектисы не всегда находятся в коже, именно в слуховом канале. Они могут обитать и в любом другом месте тела. Чаще всего это, конечно, голова. У кошек это может быть промежность лапы, потому что они умываются лапами, вылизывают промежности клеща, могут туда заносить. Бывают и совершенно анекдотические случаи, когда животные обращаются с зудом в другой области тела. У них нет атита, но при этом в соскобах обнаруживается отодектоз. У меня таких случаев не было, я знаю пару-тройку случаев у коллег. То есть это называется эктопическое паразитирование. Клещ может находиться вне канала и у кошек может даже вызывать миллиардный дерматит по спине. Диагноз ставится достаточно просто. Клеща мы находим в соскобе. Также можем обнаружить клеща в соскобе не только из слухового канала, но и из других мест тела, если у нас есть эктопическое паразитирование. Как правило, клещ находится легко, но не всегда. Да, опять же, если у вас на приеме щенок, какой-то мелкий, с узким каналом, у которого выделений мало, и вы не нашли клещей в соскобе, лучше провести пробное лечение, а не исключать этот диагноз. То есть не всегда отсутствие клеща в соскобе равно исключению заболевания списка диагнозов. Про лечение мы поговорим потом обо всем вместе. Сейчас рассмотрим следующее заболевание хилитилиоз или подвижная перхоть. Опять же, Марина Сергеевна рассказывала про него. Кролики, собаки, кошки и хорьки прекрасно болеют хилитилиозом. Клещи достаточно крупные, они обитают в поверхностных слоях кожи, могут вести хищнический образ жизни, они могут питаться клещами домашней пыли, но, конечно, больше предпочитают собак и кошек. Распространению их могут способствовать блохи, вши и мухи, то есть они могут их переносить на своих лапках, переносить их яйца. Чаще болеют молодые животные, щенки и котята, и больше страдают длинношерстные животные. По всей видимости, взрослые животные с хорошим иммунитетом, они в принципе способны к самовоздоровлению. Клещей существует три вида, но при этом нет строгой видоспецифичности, то есть вы вполне себе кошачьего клеща можете найти на кролике, кроличьего на собаке, то есть это на самом деле не принципиально, они там особо не отличаются, формы присосок они там отличаются, но для лечения это не имеет никакой разницы, они все ведут одинаковое ображение, лечатся одинаково. В литературе описывается как клещ седловидной формы, но это взрослые клещи, их достаточно легко опознать со скобах, более молодые формы не так красиво выглядят. Собственно, цикл развития особо не отличается, тоже составляет примерно три недели. Отличительная особенность этих клещей, что они яйца свои могут прикреплять к волоскам, но они их не цементируют плотно, как в шиевлосоеды, а такими клейкими лентами, то есть яйца легко отваливаются с волосков, но тем не менее вы можете обнаружить яйца, именно прикрепленные к волоскам, когда будете проводить диагностику. Выживаемость во внешней среде не такая большая, и все-таки обычно заражение тоже происходит при непосредственном контакте, а не через внешнюю среду. Классический симптом – это обильная крупная перхоть, как правило, по спине. Зуд у щенков совсем и у котят, у молодых животных может быть минимальным или отсутствовать вовсе. Также у этого заболевания отмечено развитие гиперчувствительности, то есть некоторые животные могут развивать очень сильный зуд при небольшом количестве клещей, то есть развивается аллергия на клещей, и поэтому симптоматика будет очень яркая, именно зуд очень будет яркий. Ну и, собственно, мы будем видеть животное с зудом. Это эритема, это расчесы, это гипотрихоз, либо аллопеции. Кошка может выглядеть абсолютно как любая кошка с зудом, то есть это может быть симметричная диффузная аллопеция без какой-то особой перхоти, потому что кошка все с себя будет слизывать. Опять же, у кошек может быть миллиардный дерматит, как и при других реакциях, сопровождающихся зудом и воспалением. Человек тоже может болеть, являться случайным хозяином. Ну, вот здесь вот на фото какая-то характерная крупная перхоть, и кошка, которая, собственно, просто лысая, вылизавшая себя кошка. Можно обнаружить клещи в соскобах. Я предпочитаю использовать клейкую ленту, потому что при соскобах чаще клещи располовиниваются, и я в соскобах там рожки и ножки вижу, а не целиком клещей. Ну, в принципе, можно брать и соскобы с поверхностной, с больших поверхностей. Лучше подстричь перед этим шерсть, чтобы у вас именно материал был в виде чешуек, а не в виде волос в соскобе. Клейкая лента. Для кошек может быть эффективным исследование фекалий флотационным методом, потому что вылизывающаяся кошка с зудом, она с себя слизывает абсолютно все, и найти на ней клещей поверхностно живущих может быть достаточно сложно. Но клещи, они не перевариваются в кишечнике платоядных, они проходят через нее транзитом, и, соответственно, в анализе кала можно обнаружить неизмененных клещей. То есть это может помочь в диагностике. Ну и здесь тоже очень важно помнить о том, что если мы не нашли, особенно у кошки, не нашли клещей в соскобе, мы проводим пробное лечение для того, чтобы полностью снять этот диагноз. Следующее заболевание – саркоптос. Классическое, что называется, чесотка. У собак он вызывается клещом саркоптос кабий вариант канис. Клещ достаточно видоспецифичный, то есть у многих видов животных есть свой клещ. У людей свой чесоточный клещ, там у свиней свой чесоточный клещ, у собак свой. Но при этом кроме собак могут болеть другие псовые, лисы, и нотовидные собаки. Кошки при значимой иммуносупрессии тоже могут заразиться саркоптозом, но все-таки для них это не характерно. У них свой чесоточный клещ, мы о нем дальше поговорим. Клещ выглядит достаточно характерно, он округлой формы, меньше значительно, чем хелитиело. Видны только передние пары конечностей. Анальное отверстие расположено терминально, этим он отличается как раз-таки от кошачьего клеща, от натоэдреса. Цикл развития особо не отличается, но при благоприятных условиях, при высокой температуре, ну то есть когда тепло на улице, может быть более короткий цикл развития, порядка двух недель. И вот как раз-таки вот этот клещ очень хорошо себя чувствует во внешней среде. До трех недель может находиться клещ во внешней среде и сохранять при этом свои заразительные способности. Соответственно, вот как раз-таки чесоткой собаки могут заболеть без контакта с больным животным. То есть просто гуляя в тех же местах, где гуляла до этого животное зараженная чесоткой, посыпались какие-то чешуйки, корочки, там же погуляла другая собака и заразилась. И я регулярно сталкиваюсь с такими случаями. Вот последний случай саркоптоза у меня был. В марте ко мне обратилась собака, заболеют они с января месяца, и при этом собака, у нее зооагрессия, она не общается вообще с другими животными, потому что она с ними пытается драться. Соответственно, собака гуляет отдельно от всех остальных, абсолютно ни с кем не контактирует, но умудрилась в январе месяце заразиться саркоптозом. Ну, оттепели, понятно, что где-то до этого ходила какая-то другая собака больная. И вот этого достаточно было, чтобы собаке заразиться. Клещ, симптомы, это зуд, собственно. Группа риска – это бродячие животные. Бывает ко мне периодически такое, чтобы кто-то там подобрали на улице, где-то долго гулял, и имеет зуд, и в итоге ставится диагноз чесотка. Ну, и охотничьи собаки, то есть, напомним, что заражение может происходить и от диких животных, от лис, инотовидных собак и так далее. Охотничьи собаки тоже могут вот именно из лесу приносить чесотку. Клещ внедряется сначала в тех местах, где более короткая шерсть. Классически это локти, это пяточные бугры, это вентральная часть грудной и брюшной стенки, это края ушных раковин. Напомним, что края ушных раковин – это те собаки, у которых короткая шерсть на ушных раковинах, какой-нибудь спаниель, у него как раз-таки не будут ушные раковины поражаться в первую очередь, потому что там шерсть длинная. В начале заболевания, когда клещ только начал внедряться в кожу, это классически там покраснение, небольшие папулы, шелушение, а потом мы уже видим всю картину зуда, то есть ретродерма, экскариации, расчесы, струб. Если длительное течение, то может быть уже хроническое воспаление с лихинификацией кожи, с гиперпигментацией, у истощенных, у слабых животных там может быть вплоть до гибели при очень активной инвадии. Опять же, у саркоптоза тоже описана реакция гиперчувствительности, то есть при минимальном паразитировании может быть очень сильный зуд, то есть у животного развивается аллергическая реакция на клеща, но и животные с минимальными симптомами тоже встречаются, то есть симптоматика может быть очень слабо выражена. И также у саркоптоза описан такой признак, как положительный этапидальный рефлекс, это когда потирают кончик ушной раковины, собака начинает задней ногой бить. Ну, на самом деле, это не какой-то патагномоничный именно для саркоптоза симптом, это в принципе любая собака с сильным зудом будет это проявлять, но тем не менее, описано можете владельцам показать на приеме, как это забавно выглядит. Ну, здесь на картинках, на схеме как раз-таки вот эти места отображены, где максимальное поражение вентральная часть тела, пяточные бугры, локти, краешных раковин. Поражения могут быть генерализованными, то есть может быть минимальная выраженность симптомов, а может прям все животное уже полулысое к вам прийти, это в зависимости от того, как долго оно болело. Ну, опять же, повторюсь, не все контактирующие животные будут иметь одинаковую интенсивность симптомов. Человек тоже может заболевать, причем в литературе описаны случаи даже стойкой чесотки. То есть, да, клещ видоспецифичный, не сказать, что прям строго-строго видоспецифичный, все-таки описаны случаи, когда могут болеть и нецелевые виды животных, но в том числе и человек. Кошки, повторюсь, редко, только иммуносупрессированные, то есть здоровая кошка не заразится от собаки саркоптозом, но столкнуться с этим мы можем в своей практике. Это обычная кошка с зудом, это может быть просто самоиндуцированная лапеция, это может быть папулокрустозный дерматит, как правило, сначала поражаются области мордочки и ушные раковины, но, говорю, это может выглядеть как обычная кошка с зудом, просто симметричная диффузная лапеция и все. Мы саркоптоз подозреваем у любого животного, у любой собаки с несезонным зудом. Несезонный зуд, это значит, зуд начался и он не проходит, а не то, что мы летом чешемся, зимой не чешемся, летом опять чешемся. То есть, если животное начало чесаться, неважно, лето это, зима, вот мы, январский спаниель, мы обязаны поставить саркоптоз в список дифф диагнозов. Только если собак вообще никуда не выходит, на подушке дома живет, тогда саркоптоз можно не рассматривать. Клещей мы ищем в соскобах, поверхностные соскобы проводим, можно попробовать еще и клейкую ленту тоже, но эффективность соскобов невысокая, то есть, в идеале, в каждом втором соскобе мы можем найти клещей, и об этом владельцев надо обязательно предупреждать, что если мы не находим клеща, это не значит, что у нас саркоптоза нет. Мы можем найти непосредственно самих клещей округлой, может, там чуть вытянутой формы, можем найти яйца клещей, можем найти фекалии клещей, даже это уже будет являться поводом поставить окончательный диагноз. Но в любом случае, хоть и вероятность соскобов невысока, мы все равно их берем, потому что если мы нашли клеща, это уже готовый диагноз. Тут опять же, эффективность соскобов будет зависеть от правильно выбранного места. Не имеет смысла скоблить там, где уже собака все себе разодорала, расчесала, где все в корках, красное, лихинифицированное. Мы стараемся выбрать те места, где только началось воспаление. Ну, во-первых, прежде всего, мы обращаем внимание именно на места с короткой шерстью. Это локти, пятки, вентральная часть туловища и края ушных раковин, особенно кармашки вот этих в ушных раковинах. И ищем там, где кожа, где только начинается покраснение, где только начинаются папулы, где может быть даже просто еще шелушение. То есть не надо стараться, скоблить наиболее пораженные места. Там вы точно никого не найдете. И стараться брать минимум пять мест. Лучше на два-три стекла. Лучше вы потратите время, но найдете клеща и будете уже владельцу его демонстрировать. Вот клещ, все, заболевание диагностировано. флотационный тест флотационный тест у фекалий здесь как бы 50-50, потому что собаки к ней кошки, они так себя активно не вылизывают. Но если у вас иммуносупрессированная кошка, вы подозреваете, что у нее может быть саркоптоз, какой-то контакт может быть с чешущейся собакой, можно, да, можно попробовать фекалии посмотреть. Ну и здесь четко помним, отсутствие клеща в соскобах не равно исключению саркоптоза из списка диагнозов. Только пробное лечение. Если мы поставили этот диагноз предварительно, исключить мы его можем только если животное не ответило на лечение. Только тогда мы можем исключить саркоптоз. Последнее чесоточное заболевание натоидрос. Это уже кошачья чесотка, вызывается натоидросом кати. Кроме кошек болеют лисы, могут болеть кролики, могут болеть хорьки. Собаки редко, но опять же истощенные, моносупрессированные могут заразиться от кошки натоидросом, но все-таки у них разные клещи. Клещ очень похож на саркоптоза, они прям родственники, но несколько мельче. И чтобы отличить их в соскобах, надо поискать жопку клеща. У них анальное отверстие расположено дорсально, а не терминально, в отличие от саркоптоза. а так, и цикл развития и обора жизни сходны, особо они ничем не отличаются. Есть одно существенное отличие, чаще всего поражаются морда у кошек, то есть вообще первично это веки и края ушных раковин. Вот это вот прям самое в самом начале здесь на фото не очень хорошо видно. Здесь по краешкам там видно чешуйки и вокруг глаз тоже чешуйки. Ну а потом естественно распространяется на все тело, вовлекаются лапы, потому что кошечка умывается, на лапы переносит клеща область промежности. Первично это может быть просто папулы и шелушение, потом у нас присоединяется аллопеция, и для этого заболевания характерно образование очень мощного такого струпа. То есть у кошки вообще может быть вся голова лысая. Давным-давно на заре моей практики даже я еще наверное я наверное еще даже ассистентом работала. Очень был забавный случай. Пришли на прием, котика принесли в собачьи переноски, где вот сумочка, где дырка, откуда голова торчит. А оттуда торчит такая лысая голова в всех корках. Ой, а к нам сфинкс на прием пришел. Говорит, нет, перс. И достают пушистого кота, у которого абсолютно лысая голова вся в корках. Вот это был это и дроз у животного. Ну, опять же, при генерализации процесса у истощенных животных, у ослабленных, у молодых может быть и лимфоденопатия и отсутствие аппетита вплоть до гибели. У человека, опять же, может быть временно изудящий популяризный дерматит в местах контакта с животным. Почему я об этом постоянно повторяю? Потому что этот вопрос обязательно нужно задавать при сборе анамнеза. Чешется ли кто-нибудь в семье помимо животных? Потому что есть заболевания, которыми болеют и люди тоже, и это очень важный пунктик, потому что если, да, чешутся, вот мы взяли котеночка недавно, и у нас тут тоже у ребенка на животе сыпь появилась, чешет, это лишний камушек в копилку вашего диагноза, что да, вот еще вот это вот есть. Это, конечно, может быть, не связано, но об этом надо обязательно спрашивать. Ну и опять же, не все контактирующие животные могут иметь одинаково сильные симптомы. В отличие от саркоптеса, на тедерс достаточно легко обнаруживается в соскобах. То есть, он, как правило, в большом количестве паразитирует, и если вы, ну, в принципе, когда-нибудь держали в руки скальпеля, это не первый раз в жизни ваш соскоб, если вы его взяли и не нашли там клеща, скорее всего, его и нету. Ну, можно, конечно, еще на всякий случай фекалий посмотреть, но обычно отрицательный соскоб исключает на тедерс у кошки. Теперь про лечение. Опять же, лечение в большинстве своем очень сходно, ну, немножко по порядку. Ушная чесотка, так как у нас преимущественно клещ обитает в слуховом канале, хочется, конечно, что-то туда заливать. Описаны различные способы лечения, описана даже эффективность против отодектоза капель с минеральным маслом, то есть, которые не содержат в своем составе акарицидных средств, но при этом могут губить, надействовать на клеща. На клеща, ну, клещ просто тунет в этом самом масле, у него забиваются дыхальца, но не стоит надеяться на этот метод. Я сталкивалась сколько угодно со случаями, когда долго использовали какие-то капли, но при этом клещ прекрасно там себя чувствовал. Опять же, помним о том, что он может находиться не только в слуховом канале, но и на коже, поверхности тела. Именно поэтому введение лекарственных средств непосредственно в канал может оказаться неэффективным. Я не назначаю препараты непосредственно в ухо. Понятно, что если у животного сопутствующий отит микробный, мы его пролечиваем, но именно акарицидные средства я не рекомендую наносить в слуховой канал. Почему? Во-первых, помним о длительности лечения. 6 недель. Нам 6 недель надо бедной кошечке или собачке заливать что-то в ухо. Во-вторых, эктопическое паразитирование. Клещ может находиться не в слуховом канале. Мы вроде ухо пролечили, там все локально подействовало, а потом клещ с попу вернулся в ухо, и у нас все по новой. Как правило, эти средства, которые действуют на клещей, они обладают местно раздражающим действием, а у нас там и так кожа воспалена, а мы туда еще какой-нибудь аметрасс залили, ушко нам спасибо не скажет. Ну и плюс все эти средства не разрешены при прободении барабанной перепонки, а далеко не всегда на первичном приеме можно оценить состояние барабанной перепонки. Может быть, очень сильный отек, может быть, большое количество выделений, мы ее элементарно не видим. А если мы закапаем что-нибудь, содержащее перметрины или аметрасс в ухо, а там в барабанной перепонке дырка, мы получим вестибулярный синдром, синдром Горнера, в общем, неврологические еще осложнения. Я таких животных тоже сколько угодно видела, после того, как им в ушки что-то там закапали. Остальные чесотки тоже можно лечить местными средствами. Используется фипронил, как правило, в виде спрея. Раствор серной из вести лаймсульфур будет эффективен против чесотки. Перметрин, карбоматы, так, 50-50, аметрасс будет эффективен. Но это все заморочно, это все, особенно, например, аметрасс может быть токсично, но очень трудоемко. Поэтому, да, это имеет место быть, это описано в литературе и когда-то давным-давно я тоже что-то подобное назначала, но не рекомендую. Все-таки рулит именно системное лечение, то есть препараты, которые действуют на всей поверхности тела. Системное лечение дает нам максимальную эффективность. Мы не трогаем это несчастное ухо, лишние препараты туда не вводим. Абсолютно можем спокойно не переживать за состояние барабанной перепонки, что туда что-то не то попадет. Ну и это помогает справиться с эктопическим паразитированием, если мы говорим об отодектозе, то есть у нас будет обработана вся поверхность тела. Но опять же, еще раз и еще раз обрабатываем всех животных. Если у нас пришла кошечка с отодектозом, а дома еще две собачки, мы обязательно должны пролечить и собачек тоже. Макроциклические лактоны прекрасно действуют на всех чесоточных клещей. Назначается вермектин, если это бюджетный метод лечения. Но вот я спрашивала, Марина Сергеевна, если у грызунов не существует мутации мультидраг резистенс, то у кошек и собак она вполне себе есть. И соответственно, на вермектин они нам могут выдать неврологическую симптоматику. Поэтому такие средства надо назначать аккуратно и лучше с минимальной дозы понарастающей. Особенно если у нас у собак есть же и породы, которые с большей частотой встречают эту мутацию. Это надо учитывать. Силамертин, максидектин, это капли стронгхолд, адвокат, силофорд. Тоже, опять же, оговорюсь, когда мы назначаем капли топикально, спот-он, мы используем более короткий интервал между обработками. Производители рекомендуют раз в месяц. Мы используем каждые 2-3 недели. Раз в месяц может быть недостаточно эффективно. К концу срока действия концентрация снижается и это может привести к рецидиву заболевания. И у меня, опять же, были такие случаи, когда лечили отодектоз раз в месяц и никак не могли вылечить. Я на приеме клещей нашла. И когда мы сократили сроки обработки, тем же самим препаратом все прекрасно вылечилось. Из эксозолины все абсолютно прекрасно, замечательно тоже работают против всех чесоток. И сейчас это используется и для собак, и для кошек. И это на самом деле очень-очень удобно. Очень неудобно, что сейчас они плохо доступны в России, но мы стараемся и назначаем именно их. Ну и опять же, когда мы лечим чесотку, мы обязательно перекрываем 2 цикла развития. 6 недель минимум. Если у нас животных много, то есть это, например, приют, или в принципе много животных содержится, лучше увеличить срок на всякий случай, там мало ли, невозможно там всех в один день например обработать, если их там 15 штук, может не получиться всех обработки в один день провести. Лучше удлинить срок обработок и перекрыть не 2, а 3 цикла, чтобы прямо уж точно наверняка. Так, ну с чесотками мы закончили. Теперь проговорим про демодекоз. Демодекоз это вообще тема отдельной лекции, про него можно говорить очень-очень долго, но я постараюсь не очень долго, чтобы все во время уложиться и во время вас на кофебрейк отпустить. Демодекоз собак. Демодекоз собак это паразитарное заболевание собак, вызванное повышением количества клеща в коже и сопровождающийся клинической симптоматикой. Клещ достаточно характерно выглядящий, характерно для себя, на других клещей он не похож, это обусловлено его образом жизни, он обитает в волосяных фолликулах и также может обитать в сальных железах, ну и соответственно иметь такую вытянутую червеобразную или сигарообразную форму с короткими конечностями, особо бегать и ползать ему не надо, сидит там себе в фолликулах и сидит. Вот демодекс как раз-таки строго видоспецифичный клещ и он не просто клещ, он клещ комменсал, то есть он считается нормальным обитателем кожи очень многих млекопитающих. У хомячков свой демодекс, у собак свой, у кошек свой, у свиней свой, у человека свой и каждый живет только исключительно в своем виде и весь тыкву развития собственно проходит на своем виде животных. Как же собаки его получают? Щенки получают демодекса в первые дни жизни при тесном контакте с матерью во время вскармливания. То есть если это щенки получены путем кесарево сечения и они вскармливались искусственно, у них клеща в коже не будет. Во всех остальных случаях он будет и считается, что порядка 98% популяции собак имеет в себе клеща. Между взрослыми собаками он не передается. проводились исследования, проводились опыты там терли собак друг от друга, иммуносупрессированных, но вот не передается другим собакам только в первые дни жизни от матери к потомству. Ну и также соответственно собака не может заразить другие виды, не может заразить кошку, не может заразить человека. У собак морфологически, то есть по внешним признакам, выделено три формы. Классический демодекс канис со средней длины хвостиком, демодекс корни короткохвост или безхвост его называют и демодекс ньяи с более длинным хвостом. На самом деле они отличаются только внешне, ни в образе жизни, ни в вызываемых заболеваниях, ни в лечении. Никак не отличаются заболевания в зависимости от того, какой клещ выделился. То есть нет разницы ни в чем. Но единственное, что по моим ощущениям длина хвост и демодекс ньяи он чаще встречается в слуховом канале, то есть при отитах он может именно оттуда выделяться. И у терьеров, у жесткошерстных собак, у которых видимо более глубокое залегание фолликулов или это клещ, который в сальных железах живет, вот он как-то там больше длина хвоста встречается. Но какого бы вы клеща в соскобе не нашли, на лечение, на диагноз это никак не влияет. Цикл развития в зависимости от условия 20 до 35 дней между фолликулами клещи передвигаются в стадии нимфы, а так все время, всю свою жизнь они проводят в устье фолликула, ну либо в сальной железе. И почему я вначале сказала, что это заболевание, которое обусловлено повышением численности клеща. Мы уже проговорили о том, что это клещ комменсал. То есть в норме он единично где-то в коже живет, но здоровая кожа, здоровый иммунитет не дает ему размножаться. А заболевания, клинические именно признаки развиваются именно на фоне какой-то иммуносупрессии, либо дефекта иммунитета кожи. Считается, что к этому приводит функциональная недостаточность т-лимфоцитов. Именно из-за этого клещ начинает уже неконтролируемо размножаться в фолликулах, и у нас развивается заболевание. Выделяют зависимость от распространения и от возраста возникновения. Это распространение выделяют локализованную форму и генерализованную форму демодекоза. И в зависимости от возраста возникновение ювенильную форму и демодекоз взрослых собак. Так, почему у нас заболевание развивается? Клещ начинает очень активно размножаться в фолликулах, фолликулы от такого безобразия разрываются, сами клещи, содержимое фолликула попадают в кожу, в дерму, развивается воспаление по типу инородного тела, ну и собственно мы уже видим нарушение керриотинизации, фолликулит, вторичное инфицирование, всю клиническую картину. Локализованный демодекоз. Локализованным считается форма, когда у нас не больше четырех поражений, площадью не более двух с половиной сантиметров. Но здесь надо обязательно учитывать породу, потому что четыре поражения, не знаю, на тибетском мастифе и четыре поражения на чихуа, это совершенно разные вещи. Если я вижу чихуа с четырьмя поражениями по два с половиной сантиметра, я уже эту генерализованную форму поставлю. Локализованная форма может проявиться у любого животного, здесь не выделяется возраст, то есть она может возникнуть в любом возрасте, и как правило это на фоне какого-то стресса, может быть периода недоедания, истощения. У сук это может быть на фоне течки родов вскармливания, при большой заглистованности, ну и при местном использовании препаратов, которые снижают иммунитет, в частности кортикостероидов. У меня был случай, когда в клинику привезли питбуля, его бросили в лесу, привязали у дерева, и он там какое-то время провел. Сначала он был молодой питбуль, но был абсолютно очень истощенный, у него было одно пятно на лапе, где было вот так вот демодексов. Не лечили ничем, просто его забрали в семью, откормили, у него все само прекрасно прошло. Вот локализованная форма проходит сама, она не требует нашего лечения, но проходит, если устранен фактор. Если бы этого собакина не кормили, не откормили, скорее всего демодекоз бы у него не прошел. Ну, вообще он, в принципе, помер в лесу-то, но мы должны помнить, что локализованная форма может быть началом генерализованной. То есть, когда у нас одно пятно, мы нашли там демодексов, владельцам объясняем. Если это локализованная, она пройдет сама, если это генерализованная, значит пойдет дальше. Поэтому давайте посмотрим, понаблюдаем, увеличивается поражение, появляются новые, тогда лечим. Проходит прекрасно, поправились без лечения, замечательный вариант развития событий. Классически что мы видим? Мы видим участок гипотрихоза, либо уже аллопеции, мы можем видеть там небольшую эритему, мы можем видеть там комедоны, папулы, пустулы, если у нас там присоединилось вторичное инфицирование. Как правило, зуд отсутствует, то есть демодекоз не является, демодекоз собак, не является классическим зудящим заболеванием, но не всегда. Опять же, по всей видимости, на демодекоз, на большое количество демодексов в коже может развиваться реакция гиперчувствительности. И я сталкивалась с демодекозом зудящим, ну и тем более он может чесаться, если присоединилась вторичная инфекция уже от самих бактерий. Поэтому если у вас животное чешется, это не повод исключать демодекоз из списка диагнозов, если все остальное подходит. Ну вот она, форма локализованная. Чаще всего первичные очаги появляются на морде и на передних конечностях. Ну, собственно, в этих местах и больше всего клещей, потому что щенки-то с мамой как раз-таки вот мордочкой, передними лапками контактируют больше всего. Но на самом деле может возникнуть и в другом месте. У меня были локализованные формы и на боку, например, на спине. То есть за ухом еще на следующем слайде. Вот здесь вот на центральном слайде как раз-таки не аллопеция, а гипотрихоз. А справа ушко чихуа. Вот это животное ко мне обратилось с жалобами на зуд. Собака чесала ухо, вернее, за ухом. И там была аллопеция больше самоиндуцированная, чем спонтанная. Но со скобок я нашла демодексов. Все это, пожалуйста, животное чесалось. То есть, по всей видимости, аллергическая реакция на клещи сформировалась. Ювенильный генерализованный демодекоз. Демодекоз молодых собак. В зависимости от породы щенок у нас считается от 3 до 18 месяцев. То есть гигантская порода у нас до 18 месяцев может считаться щенком. Тибетский мастиф какой-нибудь. Считается, что развитие именно генерализованной формы ювенильной обусловлено какими-то генетическими особенностями. Потому что четко выявлена предрасположенность некоторых пород. Те же самые тибетские мастифы, которые я постоянно упоминаю. Мопсы, бульдоги, как английские, так и французские предрасположены. Шарпеи, стафарширские терьеры. Немецкие овчарки. Очень часто встречается демодекоз в определенных линиях. То есть можно отследить, что от них и тех же производителей у щенков постоянно встречается генерализованная форма. То есть предполагается, что такие животные наследуют какую-то функциональную недостаточность Т-лимфоцитов. Соответственно, если у нас у животного диагностирована генерализованная ювенильная форма демодекоза, его не рекомендуется пускать в разведение, потому что с большой вероятностью его потомство тоже будет иметь эту проблему. Ну, запретить мы не можем, но предупредить обязаны. У взрослых собак генерализованная форма развивается в среднем и пожилом возрасте на фоне какого-то подлежащего заболевания, приводящего к иммуносупрессии. Это может быть химиотерапия при онкозаболеваниях, химиотерапия, в том числе применение кортигостероидов длительное, использование клацетиниба, апоквела тоже может приводить к развитию демодекоза, я с этим сталкивалась. Ну, в принципе, сами по себе онкологические заболевания могут приводить к развитию демодекоза. Ну и классические это эндокринопатии, гипотиреоз, гиперодренокартицизм тоже может привести к демодекозу. Соответственно, если у нас на приеме взрослое животное, у которого демодекоз, и при этом владельцы утверждают, что ранее демодекозом не болело, то есть и винильной формы не было, мы обязаны обследовать животное, чтобы попытаться выявить подлежащую причину. К сожалению, не всегда это удается, но проверить животное обязательно нужно, потому что демодекоз там не просто так. Генерализованная форма считается, когда у нас больше четырех очагов или один большой очаг, порядка там 10 сантиметров. Симптомы вначале будут совершенно те же самые, что и при локализованной форме, то есть это покраснение, это гипотиреоз, аллопеция, комедоны, папулы, пустулы. Если у нас вовлечена целиком одна конечность, и там развился пододерматит, это тоже считается уже генерализованной формой. Если у нас цирруминозный отит, это тоже считается генерализованной формой, не забываем о том, что демодекс в ушах прекрасно тоже живет. И, соответственно, когда у нас у собаки отит, мы должны в том числе и демодексов там поискать, и не только от адектов. Поэтому смотрите не на пятерки, а на десятки, то есть на увеличение 100, чтобы демодексов не пропустить, если что. Ну, как правило, присоединяется вторичная пиадерма. Это может быть ограничено просто фолликулитом, и может пойти уже вглубь инфекции. Фурнкулез мы можем иметь, подофурнкулез между пальцев можем иметь. Как правило, если подофурнкулез, у таких животных выражен отек, они могут даже хромать. При длительном течении у нас будет собака лысая практически вся, у нас будут все признаки хронического воспаления, утолщения кожи, множественность труб. У толстокожих собак, таких как шарпи, английские бульдоги, может быть нетипичное течение с формированием узелковых поражений. Опять же, при длительном течении может развиваться вплоть до лихорадки и лимфоденопатии. Но есть такой нюанс. У некоторых пород может не быть выраженная лапеция, а просто жирная сиборея. В литературе описаны случаи у фокстерьеров, есть целая публикация. Я сталкивалась в своей практике у вестхаллендов с сибореей, без выраженных халапеции при демодекозе, у скотч-терьеров. Один был Норвич, по-моему, если я не ошибаюсь, и у парочки йорков я тоже встречалась с демодекозом в области спины сиборея, без особо другой симптоматики. Ну, это не классический ювенильный генерализованный демодекоз, английский бульдог, и к атопическому дерматиту собака предрасположена, и к демодекозу предрасположена. Вот конкретно этого пациента лечили от атопического дерматита, демодекс только радовался. Вот мопсик тоже 4-месячный, 5 или 5 месяцев, я не помню, на мопсик он уже не очень похож. Вот генерализованный демодекоз, у него там все было, и пододерматит, и отит, и фурункулез, все на свете. Это немецкая овчарка. Вот очень-очень мне нравится эта фотография с вот этими пустулами, с фурункулами между пальцев. Прям красота неземная. Опять же, так как это заболевание наследуемое, мы можем столкнуться с ювенильным демодекозом у нескольких щенков в помете. Это не часто бывает, но бывает. Вот здесь вот два брата-акробата с генерализованным демодекозом вместе пришли и лечились. У взрослых животных. Вот. Кто скажет, какое подлежащее заболевание у этого собакина? Можете предположить по внешнему виду? Хорошо. Вот следующий. Кушинг. Совершенно верно. Это обе собаки с кушингом. У китайской хохлаты там даже уже начинающийся кальциноз. Они, в принципе, с кальцинозом-то и обратились. Просто на лысой собаке заметить, что он лысеет. Достаточно сложно. Но там такие вот здесь на втором слайде, где мордочка крупным планом, там видно такая гиперпигментация очками вокруг глаз на морде. Вот это как раз вот такие прям там демодексы-демодексы сидели. Опять же, несчастный английский бульдог. Я не помню, это давно очень было, какое у него было там подлежащее заболевание. Вестхайленд. Опять же, здесь можно заметить, что не сильно выражена та лапеция, больше гипотрихоз. У этого товарища, кстати, мы так и не выяснили подлежащее заболевание. Мы обследовали, но так и не поняли, почему у него демодекоз взрослых собак развился. Но здесь не знаю, насколько хорошо видно. Ну, мне видно. Там комедоны и чешуйки. Это спина Йорка с демодекозом как раз-таки без классической аллопеции, просто жирной сибореей. Здесь демодекоз на фоне приема апоквела у собаки. Был один большой очаг с фурункулезом. На попе, вот прям с глубоким воспалением, очень долго лечили. Не поддавалась терапии. Классический демодекс мы обнаруживаем в глубоких соскобах. То есть, когда мы ищем чесоточных клещей, мы берем соскобы поверхностные. То здесь мы должны клещей достать из фолликулов, из сальных желез. Поэтому соскобы мы делаем глубокие, до сукровицы. И рекомендуется перед этим складочку кожную сдавить, чтобы клещи как раз-таки поднялись ближе к кустям фолликулов. Также с тех мест, где сложно поскоблить между пальцев, например, вокруг глаз, веки, там в складках каких-нибудь морды, возле губ, можно брать выщипы. И трихоскопия ничуть не уступает в эффективности со скобом по обнаружению клещей. Также существует метод отбора скотч-тестом. То есть, опять же, мы массируем хорошенечко складку, прикладываем туда скотч и в минеральное масло микроскопируем. Проводилось исследование, которое даже показало преимущество скотч-теста перед соскобом. То есть, у большего количества животных были обнаружены клещи скотч-тестом, чем соскобами. Ну и опять же, содержимое ушей демодоксы могут вызывать ати-ты. Поэтому ушную серу, вот здесь как раз-таки на слайде, это мой слайд, это вот из уха. Вот они в ухе, там яйца, сами клещи. Это из уха, просто как наатодектоз. Да, просто микроскопия ушной серы, ничего там, естественно, вы скоблить не будете. Куда вы там в ухе-то скоблить? Просто взяли серу, посмотрели, нашли клеща. Поставили диагноз. У меня даже было парочка случаев, когда я находила в содержимом слухового канала, а в соскобах не было. Содержимое свящей, то есть, вы можете клеща найти в цитологии. Вот это там верхняя часть, передняя часть клеща из цитологии. То есть, брала на цитологию свяща, а там клещи. Вот, ну и в некоторых случаях при нетипичном течении толстокожих собак могут быть сложности с обнаружением клеща, особенно какого-нибудь шарпея. Может быть, достаточно сложно найти клеща в соскобах. И может оказаться гистология единственным методом подтверждения диагноза. Мне не доводилось гистологически подтверждать демодекоз. Как-то находились стандартными методами. Лечение должно быть комплексным. Если у нас это демодекоз взрослых собак, мы обязательно должны попытаться выявить и устранить причину. Ну и, как правило, у этих животных историчная инфекция, она тоже требует нашего внимания. Какой бы демодекоз у нас ни был, мы лечим до двух подряд отрицательных соскобов с интервалом в месяц. Ну и считается, что в течение первого года после диагностики заболевания выше риски рецидивов. Поэтому животные находятся под наблюдением врача. В смысле, периодически лучше приглашать на приемы. Ну и помним, что у сук могут быть рецидивы на фоне течек. Ну и, естественно, беременности родов. Поэтому, опять же, рекомендуется кастрировать подобных животных. И у меня были такие, которые ко мне приходили после каждой течки. Пока я уже, давайте уже кастрируем. Тогда еще не было из-за ксозолинов. Сейчас-то проще. Сейчас можно животное назначить обработки бровекта постоянно и забыть про этот демодекоз навсегда. Лечение. Вообще существует руководство, переведенное на русский язык. Вообще полностью обобщившее всю информацию по диагностике, симптоматике по лечению демодекоза. Мы немножко по этому пройдемся. Сразу же говорю, такие методы я не использую. Хотя они существуют, они эффективны. Применение метраза местное эффективно при лечении демодекоза. Но на данном этапе развития ветеринарии оно, как правило, используется только в альтернативных протоколах у животных, которые не отвечают на стандартную терапию. За последние 15 лет я метраз использовала один раз, как дополнение к основной терапии. Вот как раз-таки на той попе с фурункулезом, который развился на фоне демодекоза при приеме оклацетиниба. Владельцы завышали дозировку, перепутали. У животного развился домодекоз и на стандартную терапию с аксизолинами недостаточно хорошо отвечал. То есть хронически животное улучшилось, но я со скобок все равно находила клещей. И избавились мы только, когда я добавила еще местные аппликации, вот именно на очаг поражения, амитраз. Но говорю, это такое себе, амитраз достаточно токсичный, если у нас генерализованная форма, она может носить вообще на всю поверхность тела. Там делится животное пополам, сначала мы одну половину обрабатываем, потом другую. Ну, в общем, не стоит сейчас на данном уровне развития фармакологии этим заниматься, но мало ли. Кто-то может не ответить на стандартное лечение. Макроциклические лактоны. До 14-го года, когда у нас эмбровект в России появился, 15-й, это был основной метод лечения демодекоза, использования ивермектина. Но так как существует у собак мутация в гене АБЦБ-1-Дельта или МДР-1, как он раньше назывался, соответственно, это приводит к тому, что определенные препараты могут проникать через гематоэнцефалический барьер собаки идти непосредственно в центральную нервную систему и вызывать там такие же изменения, которые вызывают в нервной системе паразитов, вплоть до гибели. Соответственно, эти мутации встречаются в определенных породах собак часто. Коли, шелти, бобтейл, немецкие овчарки. Порядка 10% немецких овчарок имеют у себя эту мутацию. Но опять же, эта мутация может произойти спонтанно абсолютно любой собаке. Соответственно, если мы лечим и вермектином животное, мы должны обязательно начинать с минимальной дозы и наращивать ее постепенно, оценивать состояние. То есть здесь надо очень аккуратно. То же самое касается даромектина. Они очень сходны с вермектином. Даромектином тоже можно собаку ненароком уробить. Макроциклические лактоны дальше. Что можно еще использовать? Максидектин показал свою эффективность при неосложненной ювенильной форме. Производители адвоката опубликовали исследование, где они раз в неделю обрабатывали животных каплями спотом и вылечили. Но повторюсь, во-первых, это небюджетно. Раз в неделю используется адвокат, это вылетит в копеечку. Во-вторых, это неосложненная форма. То есть когда у нас нет вторичной инфекции, нет отита, нет пододарматита. То есть здесь очень ограниченный метод. Мельбемицина оксим – то же самое. Это нужно давать ежедневно. Это вообще по цене крыла самолета выйдет. Ну и плюс на мельбемицина оксим может быть атаксия у собак, которые положительны по мутации, гомозиготны. Поэтому сейчас самый оптимальный метод для лечения – это использование изоксизолинов. Вот он, этот мопсик несчастный, который лечился, бравекта. Он уже стал похож на мопсика. Собака в итоге вылечилась окончательно. Я их видела, потом года через два приходили. Все у нее было хорошо. Поэтому изоксизолины рулят. Изоксизолины все эффективны против демодекоза. Не только бравекта, и фоксоланер, и сараланер, и латиланера у нас нет в России официально. Неофициально найти на озоне таблетки от ТАП можно. Все будет работать. Демодекоз кошек. У кошек есть некоторые отличия. У них есть тоже разные виды клещей. Тоже три, как ни странно. Демодекс Кати, демодекс Готой. И демодекс, которому мы до сих пор еще не придумали название. Он так и называется. Безымянный демодекс. Демодекс Unnamed. Они все генетически отличные друг от друга. То есть, если у собак три морфологически только отличаются. То есть, по внешности, но генетически они однотипные. То здесь это разные клещи. И они вызывают разные заболевания. Безымянный демодекс. По нему очень мало публикаций. Это фолликулярный клещ. Он не заразен. В классическом понимании этого слова. Как правило, скорее всего, он вызывает заболевания на фоноиммуносупрессии. Вызывает халапецию, покраснение, легкое выдергивание шерсти. Ну, собственно, по нему все. Информации по нему мало. Классический демодекс Кати. Как вы можете заметить, он с длинным хвостиком. Он похож в нижний на иньяи. На собачий. Это фолликулярный клещ. Он живет в фолликулах. Он не заразен. Считается, что он тоже является нормальным обитателем кожи кошек. Но это пока не точно. Мало данных. Но считается, что у достаточно большого процента, порядка 60% популяции кошек, клещ в единичном количестве где-то там живет. Может вызывать локализованную, генерализованную форму. У кошек не выделяется, как у собак, ювенильная форма, там, взрослых животных. Либо локализованная, либо генерализованная. Локализованная может развиться на фоне применения местных кортикостероидов. Но зачастую причина неизвестна. То есть, почему вдруг у кошки локально образовалось пятнос, а там демодексы живут. Описан случай... Так, это где-то следующий слайд. Церуминозный отит может являться проявлением локализованной формы. То есть, у кошек клещ может вызвать исключительно отит. Но отит при этом может являться и признаком генерализованной формы. У кошек на самом деле это все очень сложно. У них нет таких четких градаций, как у собак, чтобы отделить локализованную форму от локализованной. Но, тем не менее, есть у нас какое-то одно пятно с лысинами. Тем более, если мы видим чешуйки, комедоны, еще что-то, мы обязательно должны проверить на демодексе. Чаще всего это морда. Классический акне кошек. То есть, образование акне, образование фолликулярных слепков на подбородке, в области рта, это может являться и симптомом демодекоза. Поэтому, если у нас кошка на приеме, предположительно, с акне, демодекоз мы тоже должны обязательно исключать. Зуд может быть, может не быть. Кошке вообще все может чесаться, а может не чесаться. То есть, это тоже не показатель совершенно. Вот, что я хотела сказать. Есть публикация о развитии локализованной формы демодекоза у кошек, которых лечили астму ингаляционным кортикостероидом. И там, где маска прилегала к коже, соответственно, конденсат образовался препарата, постоянно попадал кортикостероид на кожу, и развелась форма локализованной демодекоза. И у меня тоже был такой случай. В журнале «Ветеринарный Петербург» он опубликован. Тоже кошка дышала флексатидом, у нее развилась возле глаза очковая лопеция с демодекозом. Вот также может вызываться цирменозный атид, то есть такие воскообразные жирные выделения в ушах, на мордочке поражения в виде фолликулярных слепков. Это тоже все может быть демодекоз. Генерализованная форма у кошек всегда ассоциирована с подлежащей иммуносупрессией. То есть если у вас кошка с генерализованной формой, вы должны обязательно подозревать у нее какое-то серьезное заболевание. Чаще всего это кошки с хроническими вирусными инфекциями, с иммунодефицитом либо лейкозом. Вот помимо локализованных форм, все формы, которые были генерализованы в моей практике, у меня один кот был с сахарным диабетом, плохо контролирующийся, остальные все с иммунодефицитом. То есть это очень такой серьезный звоночек. И даже если у вас вроде как локализованная форма, лучше перестраховаться и обследовать кошку на заболевание. Помимо этого на фоне эндокринопатии может развиваться демодекоз, на фоне других каких-то серьезных системных заболеваний, системная красная волчанка, например, при опухолях злокачественных и на фоне химиотерапии, в том числе на фоне приема длительного кортикостероида, тоже может развиваться демодекоз. Генерализованная форма, собственно, особо от локализованной не отличается, просто очагов много. Та же аллопеция, те же комедоны. Аллопеции могут быть даже и симметричными. Турминозный отит, как я уже говорила. Как правило, у этих животных присоединяется вторичная инфекция. Ну и признаки системного заболевания тоже могут присутствовать. Животные могут при демодекозе, они тоже могут себя достаточно сильно расчесывать. То есть это может быть кошка из зудом в том числе. Классический мы его находим либо в соскобе, либо в трихоскопии. Так как чаще всего первичные очаги локализуются на морде, здесь я трихоскопию даже выношу в первой, потому что на мордочке, на веках в этом соскобе очень сложно взять. Поэтому трихоскопия. Также сдавливаем кожную складку, выщипываем минеральное масло и смотрим под микроскопом. Содержимое ушных раковин. Опять же, цирруминозный атид может быть единственным симптомом демодекоза, поэтому обязательно смотрим содержимое серы, нет ли там клещей. И обязательно, еще раз повторюсь, обязательно ищем подлежащее заболевание у животного, потому что кошки с демодекозом, это кошки с иммуносупрессией, с какой-то серьезной проблемой. Опять же, описаны разные методы лечения. Амитраз, не рекомендую вообще использовать кошкам, он для кошек достаточно токсичен и повышает у них глюкозу. Лаймсульфур, описанная эффективность использования раствора лаймсульфура при демодекозе. И вермектин точно так же будет хорошо у них работать, как у собак, но у кошек тоже есть мутация в гене. Я название сейчас не произнесу, потому что там очень большой набор цифр и букв, но у них мутация, назовем это же МДР-1, то есть кошкам тоже лучше вермектин с наращиванием дозы назначать. Дармектин тоже будет эффективен. Максидектин описано тоже применение капельного адвоката для лечения демодекоза кошек. Мельбомициноксин есть публикации. Ну и зоксозолины. Зоксозолины сейчас это вообще номер ван, при многих заболеваниях, вызванных паразитарными клещами, демодекоз кошек тоже прекрасно из зоксозолинами лечится. Есть публикации. Третий вид клеща у кошек, демодекс готовый, он радикально отличается от всех остальных. Этот клещ заразен. Это чесоточный клещ, по сути. Он обитает в верхних слоях кожи, в роговом слое, и он вызывает у кошек зуд. Но не всегда. Как правило, это кошки, которые живут в многокошковых сообществах. Это приюты-питомники. Обычно зуд достаточно сильно выражен, но, опять же, повторюсь, не всегда могут быть бессимптомные носительства. Ну и это классический кошка с зудом. То есть все симптомы, которые может давать зуд, мы можем у такой кошки увидеть. Можем увидеть эрозивно-язвенный дерматит в области головы и шеи, мы можем увидеть симметричную самоиндуцированную аллопецию, расчесы, популяризный дерматит и все, что угодно. Поэтому у кошки с зудом мы должны подозревать, в том числе и демодекоз, вызванный демодексом готовый. Вот кошка одна с симметричной аллопецией в области паха и конечностей, кошка с расчесами. Вот с демодексом готовый, ситуация примерно такая же, как с саркоптозом собак. Его очень сложно найти в соскобах, даже, наверное, сложнее, потому что клещ живет поверхностно, а кошка очень активно себя вылизывает, особенно кошка, которая испытывает зуд. Поэтому, когда мы ищем этого клеща, мы, во-первых, должны максимально обследовать всех животных. То есть если у нас чешется одно, живут еще два, мы на чешущемся не нашли, мы можем пригласить остальных двух и попытаться найти на них. У меня у коллеги был такой случай, когда она нашла клеща, жило несколько животных вместе, и она нашла клеща только на том, который не чесался кот. Остальные чесались, на них клеща не нашла, а на том, который не чесался, она клеща нашла. Не стараемся выбирать максимально разлизанные, расчесанные участки. И, опять же, лучше брать на границе аллопеции и шерсти. А еще лучше брать с тех мест, где животное, в принципе, себя не достает. Например, вот дорсальная часть шеи, можно там подстричь шерстку и попробовать взять соскоб там. Соскобы множественные, и скоблим, и цитатной лентой, скотчем облепливаем и смотрим. Здесь, опять же, флотационный анализ очень может помочь. Здесь есть публикация в Австрии, первая кошка, у которой диагностировали демодекоз, нашли демодекс агатой именно в кале, а не в соскобах. Соскобах найти не смогли. Ну и, опять же, если мы клеща не находим, но очень подозреваем, что это демодекоз, ну, например, это бенгал 7-месячный, который из питомника взяли, он чешется, то пробное лечение. Пробно полечить мы можем лайм сульфуром, и когда еще не было изоксозолинов, и не было публикации, что их можно использовать кошкам, мы рекомендовали, да, замачивать кошечек в лайм сульфуре, было это не очень приятно, но работает. А метрас тоже работает, но для кошек это высокотоксичный препарат, поэтому лучше не использовать. И вермиктин, опять же, будет работать. Максидектин будет работать. Есть публикация, где лечили котика каплями адвокат, но потребовалось не меньше 10 обработок. 10 обработок потребовалось каждую неделю, чтобы котик поправился. Поэтому, опять же, изоксозолины в стандартном режиме на кошек работают прекрасно. Надо стараться их находить и их использовать. Тем более, гораздо проще, если мы подозреваем, но не нашли, обработать всех кошек бравекта, чем замачивать всех кошек в лайм сульфуре. С крещами мы разобрались. Осталось чуть-чуть про насекомых поговорим, про педикулез, про вшей. Вши – это уже насекомые с неполным метаморфозом. Они строго видоспецифичны. То есть вши собак не перейдут на кошек никогда, вши человека на собаку тоже не перейдут. Хотя один раз я нашла человеческую вшу на собаке, но это было чисто случайно. Там ребенок принес из садика, и одна какая-то заблудившаяся попала на собаку. Но паразитировать она там не будет, неподходяще. Разделяют два типа вшей – сосущие вши отряда на плюра и грызущие вши или власоеды мы их классически называем. Сосущие вши, соответственно, питаются кровью. Грызущие – у них грызущий родовой аппарат. Они подгрызают верхний слой кожи и питаются чешуйками с укровицей. А сосущие вши только у собак есть. Это линогнатус цитозус. Соответственно, при сильном паразитировании у щенков они могут это вплоть до анемии вызвать. Грызущие есть и у собак, и у кошек. У собак – это триходектис канис, у кошек – филикола судоростратус. Разносчиками могут являться переносчиками огуречного цепня. То есть помимо того, что у нас классические блохи являются переносчиками огуречного цепня, вши тоже могут им являться. То есть кошки, собаки при выкусывании, при разлизывании, заглатывая власоедом, могут заражаться огуречным цепнем. Как правило, грызущие вши, именно потому что они подгрызают, они вызывают более сильный изуд, чем сосущие, но не всегда. Цикл развития 2-3 недели. На одном хозяине происходит вши. Достаточно крупные паразиты. Ну я говорю вши, это и вши, и власоеды все вместе. Это достаточно крупные насекомые. Их видно, в принципе, невооруженным глазом. И видно их яйца. Это то, что называется классически гнидами. Они яйца крепят прям плотненько, цементируют к волоскам. Они там хорошо на волосках держатся. Вне хозяина паразиты погибают очень быстро. Соответственно, ну вот сейчас, я очень давно не видела вшей на приеме. Очень давно. Все-таки для того, чтобы заражаться, нужен непосредственно контакт. То есть дети от родителей получают. Я имею в виду дети, щенки, котята от своих родителей получают. Это, как правило, такие не очень благополучные животные. Зуд может отсутствовать. А может быть достаточно выраженным. Вообще, маленькие щенки и котята, они, как правило, очень слабо чешутся. То есть зудящее априори заболевание у них может вызывать минимальный зуд. Ну, говорю, во-первых, это видно невооруженным глазом. Что-то там прилеплено на шерсти. Ну, и, как правило, это такая тусклая шерсть, закатанная перхоть может быть. У кошек это может быть папулокрустозный дерматит. Ну, и, в принципе, все признаки воспаления зуда кожи. Ну, это, говорю, у маленьких животных очень часто скрытое течение без явной симптоматики. Еще раз повторюсь, их можно увидеть невооруженным глазом. Если сомневаетесь, выдернули этот волосок или приложили ту же скотч-ленту, микроскопировали, даже под лупы посмотрели, их там видно. Ну, и вот это тот случай, когда я даже могу рекомендовать, ну, не то что, не буду против, если животное помоет противопаразитарным шампунем, потому что как раз-таки на вшеи волосоедов действует практически все. Чем бы вы ни обработали, это сработает. Но лучше параллельно использовать еще и вычесывание. То есть не просто помыть, но все это вычесать. Потому что даже чисто механическое вычесывание, удаление паразитов поможет. Я закончила. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова